Всем привет! Давненько я не снимала влоги, по крайней мере мне так кажется, потому что последние пару недель на моем канале выходили с челленджи и вообще я последнюю неделю довольно сильно простужена, как наверное до сих пор слышно по моему голосу и я не знаю, я сегодня не планировала снимать влог, но меня сподвигнуло на это то, что сегодня у меня разгрузочный день и что такое разгрузочный день, если вы не в курсе, то для меня это день, когда я могу позволить себе кушать все, что я хочу и я с утра не планировала там как-то сильно опускаться во все тяжкие, но мне где-то приблизительно к обеду настолько сильно захотелось бургеров что я вот до сих пор не думаю, сейчас уже вечер, довольно поздно, кстати, время начинает снимать влог довольно позднее, но тем не менее короче говоря, мы решили поехать в Купера Бургерс, это заведение в центре Одессы, по-моему оно находится на Троицкой точно вот не вспомню сейчас адрес, но там одни из самых вообще вкусных, самых фантастических бургеров, которые мне когда-либо приходилось кушать и они там подаются с картошкой фри, как раз все то, что мне нельзя кушать вес у меня сегодня с утра был 59,4 посмотрим, что будет завтра после бургеров, но я надеюсь, что сильно там ничего не поменяется в худшую сторону по крайней мере, ну я на это рассчитываю и по сути, как бы я уже готова, макияж я уже сделала я сегодня, не знаю, опустилась во все тяжкие еще и в плане макияжа потому что я очень долго уже не делала какой-то такой вот яркий, насыщенный макияж у меня сильный хайлайт, у меня очень темные глаза, сегодня нейтральные губы макияж я сегодня сделала с помощью нескольких вещей первое, это был вот такой вот карандаш от NYX и оттенок у него, я точно не помню, а вот девятый Tropical Green называется и также я дополнила этот оттенок оттенком из палетки Larac Mega Pro сейчас я вам открою ее и покажу вот этот оттенок я использовала который называется Deep Teal и на глазах он дал именно вот такой вот глубокий зеленый оттенок ну и также дополнила еще оттенком Sepia, по-моему, и Espresso а на губах у меня сегодня помада от YSL Rouge Volupt я не помню какой это номер я не знаю, я все никак не могу понять какой это номер по-моему, первый и все, что мне осталось сейчас сделать это только выбрать наряд на вечер и сегодня я хочу примерить джинсы которые, когда были куплены, они были откровенно так на размерчик на меня малы поэтому посмотрим, как моя диета продвигается в плане того, как на мне будут сидеть мои любимые джинсы по-моему, это они вот я говорила об этих джинсах они такие очень драные с дырками большими дырка на колени дырки тоже везде по штанинам вот тут большая дырка, здесь большая дырка очень они мне нравятся но на меня они были, откровенно говоря, очень малы у меня свисал такой спасательный круг, скажем так, с боков вот здесь вот и через эти дырки тоже ноги, так знаете, аж вылазила кожа такая, как немножко топорщилась поэтому тоже это было очень некрасиво сейчас посмотрим надо будет еще что-то выбрать, что одеть я, кстати, организовала свою гардеробную опять сюда я повесила все то, что более-менее такое симпатичное то есть именно на выход а внизу здесь у меня такие повседневные кофточки разные и все у меня по цветам здесь рубашки а здесь уже какие-то такие трикотажные вещи и все по цветам то есть от светлого к какому-то кремовому там полосочки, не полосочки розовая, фиолетовая там уже и так далее и тому подобное и я думаю, что мне надо сегодня какую-то рубашку может одеть что-то что-то вроде вот этого под мой зеленый макияж сейчас померю и покажусь вам ребятки, я просто мега довольна зацените мне кажется, что впервые за довольно долгое время я чувствую себя достаточно уверенно для того, чтобы надеть такие штаны если уж совсем придираться то совсем слегка у меня еще есть такая, как жировая подушечка которая проглядывает через эти дырки но в то же время ноги у меня стали намного как-то ровнее у меня нет вот этих вот и уже ничего как бы не свисает у меня с боков здесь тоже я вообще мега просто довольна этой диетой очень классно все идет и я безумно довольна как смотрятся вещи вот это я сейчас туда заправлю и рубашечку эту тоже погладить бы еще ну сейчас этим собственно и займусь а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, ребята, мы купили Никите новый телефон за очень-очень бюджетные деньги. Покажи свой телефон. Это телефон, который стоит 89 долларов. Он на базе андроида. А как насчет того, глючит или не глючит? Потому что цена очень небольшая. И, честно говоря, мы переживали, что он будет очень сильно тормозить или зависать. Но сенсор у него... Я поклачу, хорошо? Ой, я не туда нажала. Сенсор у него очень отзывчивый. У него хороший экран. Никаких абсолютно претензий. Экран тоже у него довольно неплохой. У него классный экран с диагональю 5 дюймов. По-моему, 1280 на 720 разрешение экрана. На 10 нажатий палец. Защитное стекло Gorilla Glass 3 лишь. У него две сим-карты, кстати говоря. И мне очень нравится его задняя крышка. Она такая матовая. Здесь написано Wiley Fox. Оранжевым цветом. Тоже камера здесь вот так вот оранжевый цвет. Камера 13 мегапикселей. И логотипчик очень симпатичный. Тоже такая, как лисичка. Да, очень качественно сделан. Съемный аккумулятор. 13 дюймовая камера. Свойная вспышка. Короче говоря, я начинаю уже завидовать. Он работает намного лучше, чем я действительно ожидал. Зацените вообще, как Никита держит свой телефон в кафе. Не так подобного. Вот он, как у меня лежит. Нет, покажи, как по-настоящему он у тебя лежит. Никита очень аккуратный человек. Поэтому телефон он кладет на салфеточку. Вернее, под салфеточку. Мы заказали самый классический, скажем, у него бюркер. Мы заказали самый классический, скажем, у него бюркер. Бюркер сочетается как фирменным. И он настолько высокий, что не все знают, как его правильно кушать. Это, кстати, первое место для нас очень неправильно кушать бюркер. Покажешь, как нужно правильно кушать бюркер? Все нормально вкусно. Да. Все нормально. Просто сила есть ума. Не надо, называется. Берем и сильно его сдавливаем. Чтобы мясо, которое внутри пропитало, своим вкусом, булку, салат и все, чтобы оно было еще вкуснее. С бургером я уже успешно справилась. Сейчас буду картошечки приступать. Кетчупа себе навалил побольше. Ох, надеюсь, завтра я об этом не пожалею. Ох, надеюсь, завтра я об этом не пожалею. Стоило.